Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Арман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, наш обзор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент продолжается снижение альтернативных сценарий. Пара вчера доходила до отметки 1.1685, снижались теперь, если говорить о возврате уже непосредственно к покупкам и о движении в сторону основного тренда, то паре необходимо преодолеть отметку 1.1794, это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. После преодоления данного уровня уже открываются перспективы роста в область 1.1884 и далее уже в область 1.19 и 1.20. А пара британский фунт, американский доллар также вчера снижалась, доходили до минимальной отметки в область 1.2845. И теперь о возобновлении покупок и о движении в сторону уже основного тренда мы можем говорить только после преодоления максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.2972. После закрепления выше этого уровня у нас уже открывается перспектива роста в область 1.3246. На текущий момент пара британский фунт, американский доллар снижается. Подошли также к важным уровням поддержки, который мы можем отметить уже на более крупном таймфрейме, это область 1.2831. Если все же мы сможем преодолеть данную отметку, то вероятно продолжение нисходящего тренда уже в область 1.26. Пара австралийский доллар, американский доллар также вчера снижалась, доходили до минимальных уровней в области 7807. Теперь, если говорить о возобновлении уже роста по данной паре, то здесь необходимо взять на заметку уровень 78.76, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Преодоление данного уровня откроет также перспективы роста в область 80.43. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже среднесрочных уровней в области 77.90, то тогда уже открываются перспективы более затяжной коррекции по данному активу. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться, движение идет в сторону альтернативного сценария. И сейчас впереди у пары американский доллар и японская иена есть уровень сопротивления в области 111.01. На текущий момент вполне вероятно завершение восходящей коррекции вблизи данных уровней, но в свою очередь, если пара сможет преодолеть данную отметку, то вероятно продолжение коррекции уже дальше в область 112 и 113. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое восходящее движение. Вчера обновили локальный максимум, доходили до отметки 1.27.70. Теперь, если говорить о возобновлении уже о продаже, о движении в области 1.24, то здесь необходимо дождаться закрепления ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.27.18. На текущий момент пара также движется по альтернативному сценарию на укрепление американского доллара по отношению к доллару канадскому. Пара евро-фунт. Здесь движение идет в сторону уже укрепления, то есть основной сценарий остается в приоритете. И отмена данного сценария и уже сценарий альтернативный будет актуален в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 90.49. На текущий момент тенденция на укрепление продолжается по данному активу. Золото продолжает снижаться после начала коррекции, которую мы видели в начале этой недели. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление актива остается в приоритете. Ближайшие цели по нисходящему движению у нас могут быть обозначены в области 1.255 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent сегодня с утра уже пытается обновить максимальные значения, которые были вчера. Но на текущий момент пока нефти это сделать не удалось. Торгуемся вблизи этих уровней. Это отметка 51.23. Если нефть удастся закрепиться выше данных уровней, то тогда уже вероятно продолжение роста в сторону основного сторента, основного сценария. По индексу DAX на текущий момент мы также видим восходящее коррекционное движение. Возврат к продажам произойдет в том случае, если индекс DAX может закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 12.154. Также у данного актива есть впереди среднесрочный уровень в области 12.325, который может стать как раз сопротивлением для данного коррекционного восходящего движения. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под описанием к этому видео. Если оно было для вас полезно, ставьте лайк и увидимся уже на следующих видео обзорах. Всем спасибо, хорошего дня и до свидания.